От Курска и Орла война нас добила, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Говорит Москва, войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море, городом Севастополь. К соединении части, наиболее отличившейся, представить к присвоению наименования Севастопольских и к награждению орденами. Севастополь, город-герой, город славы российского оружия, город-легенда, снова был наш. Но как же он теперь выглядел? Выражение «камня на камне не осталось» наиболее красноречиво описывало то, что увидели наши солдаты. Они ждали чего-то подобного. Осада города, которую вели фашисты 250 дней, используя при этом тяжелые артиллерийские орудия, а потом и бои по освобождению города от захватчиков, не оставляли надежд на иное. Но одно дело знать, а другое увидеть своими глазами. Там все смешали, там даже металл горел. Техника не могла пройти, но танки не могли пройти. Но больше всего солдат потрясло, когда на выгоревшие дочерна, заваленные разрушенными стенами домов улицы, из подвалов, из каких-то щелей, навстречу им стали выходить люди. Старики, женщины, дети. Вид их был ужасен. Ведь они пережили весь этот почти четырехлетний военный ад. Но на щеках у них были слезы радости. Только тогда солдаты до конца поверили в то, что они победили. Что враг сброшен в Черное море. Что Севастополь свободен. Днем начала осады города официально считается 30 октября 1941 года. В этот день 11-я армия, тогда еще генерала, а не фельдмаршала Манштейна, подошла к Севастополю на расстояние, которое позволяло обстреливать его практически прямой наводкой. Тогда-то и начался ад. Современные историки совершенно справедливо говорят, Севастопольская операция была уникальна тем, что в ее ходе с обеих сторон было потрачено больше орудийных снарядов и авиационных бомб, чем винтовочных или автоматных патронов. На советские войска обрушился буквально ливень актиллерийских снарядов и авиабомб. Более сотни бомбардировщиков ежедневно обрушили на наши позиции более 90 тонн бомб. Город, который наше командование привычно считало морской крепостью, призванной защищать советские рубежи с моря, со стороны суши был укреплен слабо. Конечно, когда враг ворвался в Крым, был отдан приказ на строительство оборонительных укреплений. Но многое ли можно было в этой ситуации успеть? Лишь вырыть окопы, сделать земляные доты и дзоты и все. Разве это могло сравниться с основными укреплениями Севастополя? Со знаменитыми 30-й и 35-й артиллерийскими батареями. По некоторым данным, на строительство этих двух фортов бетона ушло больше, чем на строительство Днепрогесса. Они уходили вглубь на несколько этажей и были внутри как небольшие городки. Немцы их прозвали фортами Сталин. Из уважения к их огневой мощи. Это были артиллерийские башни главного калибра бывшего линкура императрица Мария, который затонул еще во время Первой мировой войны. И вот эти броневые башни с орудиями калибра 305 мм были установлены в качестве береговых фортов для обороны Севастополя. Форты представляли собой сложнейшие механические сооружения, которые позволяли поворачивать многотонные махины артиллерийских орудий на 360 градусов. А значит, стрелять они могли не только в сторону моря, но и в сторону суши. Они были защищены очень толстой и прочной корабельной броней, которая выдерживала прямое попадание артиллерийского снаряда, полевой артиллерии любого калибра, имевшегося на вооружении гитлеровского вермахта. Все остальные батареи были менее мощными и менее защищенными. Но каждому было понятно, что какой бы мощной ни была артиллерия крепости Севастополь, а именно так называл город Манштейн, она не сможет сдерживать наступление врага без помощи пехоты. Лазарь Ройтенбург был курсантом военно-морского училища в Севастополе. И он прекрасно помнит, как 29 октября 1941 года их подняли по тревоге и отправили навстречу врагу. В течение ночи мы прошли, а то и пробежали порядка 36 километров до Бахчисарая. Каждый нес тяжелые ящики с минами, с гранатами, патронами. Едва мы укрылись в окопах, как уже появилась немецкая авиация. На осеннем таком желтом фоне листвы и травы кусантов, одетых в черную флотскую форму, легко было опознать. И мы несли уже первые потери. Авиация бомбит, артиллерия стреляет. После того, как вот это было проведено, появились, приди, значит, на этом степном поле, 8 танков, приди идут танки, а за ними это пехота. Обстреливайтесь с танков, мы-то с винтовки курсантом, а нам было по 18 лет. Николай Баранов, в ту пору тоже курсант того же военно-морского училища, видел эти танки своими глазами и лично стрелял по ним. Однако сегодня многие историки утверждают, что у Манштейна под Севастополем танков не было вообще. Мол, именно поэтому он и не смог сходу ворваться в город, а осада затянулась на долгие 250 дней. Кому верить? Историкам, которые изучают войну по документам в архивах? Или ветерану, который едва не погиб под гусеницами тех самых, якобы не существующих немецких танков? Когда они ближе к танке пришли, наша батарея открыла огонь. Они, значит, отвернули. На второй день снова атаки, снова стреляют. Во время третьей атаки немцам удалось вплотную подойти к нашим позициям. И тогда по команде командиров мы выскочили из окопов и пошли в первую в своей жизни атаку. Мы кричали «За Родину! За Севастополь! Полундра! Даешь! Ну и другие!» Бой шел четыре дня. Когда немцам все-таки удалось прорваться курсантам в тыл, командование отдало приказ к отступлению. Отошли на позиции ближе к Севастополю. Подсчитали потери. И только тогда осознали, что довелось пережить. Было 1111, а осталось всего три роты. 407 человек из 1111. Их оставили в Чапаевской дивизии. И они еще воевали до февраля 42-го года. Так из них осталось всего 114 человек. А то все погибли. Ну, в том числе оказался я жив. Тамаре Крысенко в 41-м году было всего 12 лет. Ее отец работал на одном из заводов в Севастополе. Ему было 53, и в армию его призывать не стали. Мать, только что пережившая тяжелейшую операцию, тем не менее тоже трудилась. Вместе с дочерью стирало окровавленное солдатское белье, которое громадными тюками привозили из госпиталей или с фронта. К июню 42-го года уже город не существовал. Мама и папа сидели около... В общем, окоп там был. Я там спала в другом закоулке. В общем, они сидели около входа. И тут снаряд или бомба, прямое попадание в окоп снаряд. Меня оглушило. Земля рухнула. И на моих родителей. Их засыпало. И они, конечно, погибли. Меня контузило. Оглушенной девочке каким-то чудом удалось выбраться из-под земли и доползти до соседей. Она надеялась, что родителей еще можно спасти. Я думала, что откопают их. Пошел там старший сын и еще мальчик. Пошел с ним уже утром. И сказали, что они уже мертвые. В этих условиях советское командование делало все от него возможное, чтобы удержать позиции на севере Севастопольской бухты, вплоть до того, что оно пошло на большой риск и ввело в эту бухту основную ударную силу Черноморского флота и самый мощный его корабль – линкор «Парижская коммуна». Поскольку в небе над Севастополем господствовала немецкая авиация, подводить этот корабль вплотную к береговой линии было очень рискованно. И все же на это пошли. И риск себя оправдал. Словно само провидение хранило линкор. Ни одна вражеская бомба, ни один снаряд не попали в него. Зато его собственная артиллерия дала фашистам понять – Севастополь так просто не сдастся. По воспоминаниям того же Манштейна, в батальонах оставалось по 50-60 человек при штатной численности в 400. Но снаряды калибра 305 мм – это страшное оружие. Каждый такой снаряд весит несколько центнеров. Когда стало ясно, что захватить город сходу не получается, Манштейн затребовал подкреплений. И в первую очередь артиллерийских. Он был убежден – пока не удастся уничтожить форты береговых укреплений Севастополя, город будет держаться. Тогда так Севастополю стали подвозить со всех фронтов наиболее мощные немецкие артиллерийские орудия. Достаточно сказать, что именно здесь была применена знаменитая пушка «Дора», которую не случайно называли любимым детищем Гитлера. Снаряд вот этот «Дора» или как он назывался, он, когда летел этот снаряд, то казалось, как вот ишаки. Вот такие вот, такой, знаете, звук у него, страх наводили они этими звуками снаряды. Это было гигантское орудие с калибром 90 сантиметров. Взрослый мужчина мог легко поместиться внутри ствола. Вес снарядов достигал 7 с лишним тонн. И «Дора» посылала их на расстояние до 45 километров. Это воистину гигантская пушка могла передвигаться только по двум параллельно положенным железнодорожным путям на специальных платформах. То есть одна железная дорога его не выдерживала, необходимо были две рядом. И немцы специально под эту пушку подвели к Севастополю две таких же железнодорожные ветки. После выстрела откат «Доры» составлял несколько сотен метров. Ствол у нее не поворачивался, потому что в противном случае отдача ее просто опрокинула бы на бок. Соответственно, для того, чтобы она могла стрелять в разных направлениях, ей прокладывали новые и новые железнодорожные колеи. Не считая артиллерийского расчета, общее количество людей, которое обслуживало «Дору», составляло порядка пяти тысяч человек. Это были наземные команды, которые обустраивали рабочее место этой суперпушки, строили пути, охраняли ее от возможных диверсантов. Под Севастополем «Дора» сделала около 70 выстрелов. При этом серьезного вреда ни один из них не причинял. При огромной разрушительной мощи снаряда этого орудия, она обладала крайне низкой скорострельностью, довольно низким ресурсом ствола. То есть после нескольких десятков выстрелов орудие приходило в негодность. И плюс к тому довольно низкой точностью. То есть основной целью для этой пушки являлись наши форты ББ-30 и ББ-35. Но ни один из порядка 70 выпущенных снарядов «Доры» в эти форты не попал. Одна только пустая учебная болванка от «Доры», если она ударяла в землю, уходила вглубь на 30 с лишним метров. Если во что-то более мягкое, чем бетон или броня, попадал семитонный снаряд, он уходил так глубоко, что его взрыв лишь слегка сотрясал поверхность земли. Куда эффективнее оказались другие тяжелые немецкие орудия, которые назывались «Карл». Всего в Севастополе их было два. Это были самоходные мортиры на гусеничном ходу калибром 600 мм. Кроме того, там было задействовано несколько 280-мм орудий «Бруно». Это были орудия главного калибра немецких линкоров, которые предназначались для стрельбы по боевым кораблям. Часть таких орудий немцы установили на железнодорожные платформы и на этих платформах подогнали к Севастополю для стрельбы по городу. Практически вся тяжелая и сверхтяжелая артиллерия Третьего рейха в конце весны 1942 года была стянута под Севастополь. Вот представьте себе, что все это стреляло по городу. По городу, в котором продолжали жить мирные граждане. Продолжали работать госпитали и школы. Продолжали печь хлеб для фронта. Когда начался 1942 год, уже у нас не повещали тревогу. В 1941-м еще были сигналы воздушной тревоги. А потом вообще все прекратилось. Школу закрыли. И мы остались в окружении войны. К концу уже 1942 года уже ни хлеба не давали, ничего нам не давали, потому что завод не успевал на фронт печь хлеб. Прекратилась подача боеприпасов, еды, оружия. Мы получали в день по 70 грамм сухарей и полтора стакана воды. Это все на сутки. Но самое тяжелое. Не было пополнения людей. В моем взводе из 35 человек оставалось 17. Снабжение осажденного города велось только по морю. И каждый такой рейс был связан с чрезвычайным риском. Стоит повториться, небо над Черным морем в районе Севастополя было полностью под контролем немецкой авиации. Если рядом с городом корабли могли защищать севастопольские зенитки, то чуть дальше от берега они оказывались в полной власти немцев. В 1974 году режиссером Вадимом Лысенко был снят художественный фильм «Следуя своим курсам». Он рассказывал как раз об этом. Командиру БЧ-2, левый борт 60 по самолетам, открыть огонь! Командиру БЧ-2, левый борт 60 по самолетам, открыть огонь! То, что рассказывали ветераны, я пытался, даю честное слово, я пытался как-то присовокупить, взять на себя или в себя и попытаться понять, для чего это? И почему именно так я делаю? Я знал результат, как я должен поступить. Результат. А к этому нужно было прийти. Больше всего актера во время съемок поразила работа корабельной команды. До этого он никогда не был на военных кораблях и тем более не видел их внутренней жизни. Теперь же он смотрел, поражался и думал. А ведь точно так же матросы работали и тогда, в 42-м. Я никогда на военном корабле не был. В деле видеть всю работу команды. Это было интересно. Четкость, слаженность. Никто ничего не крикнет. Только, может быть, взгляд. Одно полуслово. Все остальное уже выверено. Только тогда, во время войны, от этого мастерства моряков, от слаженности их работы зависели сотни жизней. Лазарь Ройтенборд был тяжело ранен во время обороны Севастополя. Один из самых быстроходных на Черном море кораблей, лидер Ташкент, пришедший за ранеными, тут же стал жертвой вражеского обстрела. Сопровождавший его эсминец бдительный был потоплен. Ташкент же, нагруженный ранеными, в конце концов удалось вывезти из порта. Нас погрузили под завязку раненых, женщин, детей на этот корабль, и мы вышли в направление Новороссийск. Начались атаки торпедных катеров. Затем долетели тяжелые бомбочировщики, потом торпедоносцы. Корабль отстреливался. Часть команды с верхней палубы, где были артиллерийские пулеметы и зенитные установки, взрывной волной были сметены в море. И тогда командир корабля, капитан-лейтенант Ярошенко, обратился по громкой связи к своим пассажирам. Он просил тех из раненых, кто имеет хоть какие-то силы подняться на верхнюю палубу, для того, чтобы встать на защиту погибающего корабля. Откликнулись почти все. Те, кто имел силы, встал за пулеметы. Остальные помогали им, как могли. Набивали патронами пулеметной ленты, подносили снаряды к тем орудиям, которые еще не были разбиты. Но наш корабль медленно начал погружаться. И в это время сигнальщик доложил, пеленг, дистанция 12 самолетов, а еще через несколько минут тоже пеленг, дистанция 6 кораблей. Это командующий флотом принял решение привлечь все имеемые силы к спасению Ташкента. С какой радостью мы встречали, смотрели на эти корабли. Раненых перегрузили на другой корабль и успешно доставили в порт Новороссийска. А сколько таких вот кораблей так и не увидело земли. Отправляясь с новым рейсом в Севастополь, каждый капитан знал, что он и его люди по большому счету смертники. Но знали они и другое. Городу нужна помощь. И доставить ее нужно любой ценой. не считаясь с потерями. Наши сону! Скорее, скорее останавливайте! Они же тонут! Слева 62 воздушные цели! Сенька! Сенька! Левая руля! Есть! На руле! Левая руля! Эта сцена далась актеру непросто. Трудно было даже думать о том, что чувствовал в реальной боевой обстановке его герой. А ведь все это надо было не только пережить и прочувствовать, но и потом донести до зрителя. Режиссер говорит, ну вот, ты готов? Я говорю, да, я готов. Начинайте. И я на него с кулаками! Говорит, нет, 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 нет. Вот все это спрячь. Пусть это там будет. Ты понимаешь, что ты с кулаками это не бандит. Как бы ты ни защищал, и кого бы ты ни защищал, ты командир, ты защищаешь своих, да? Но ты защищай как командир. Неужели ничего нельзя сделать? Можно добавить к этим еще две тысячи и оставить Севастополь без помощи. Юлиане Бочкаревой было всего 16 лет. Но она уже закончила курсы медсестер. А потому, когда в ее родной Севастополь пришла война, девушка тут же начала проситься, если не на фронт, то хотя бы помогать раненым. Когда госпиталь, в котором она работала, было решено эвакуировать из Севастополя, ее отправили вместе с ранеными, которым и в пути нужен был уход. Это свое путешествие через Черное море Юлиана Бочкарева запомнила на всю жизнь. Мы погрузились и ночью мы вышли из города. Когда вышли в море, полный трюм, стоны, крики, глубокий трюм, корабль высокий такой. Нам приходилось бегать вверх-вниз и оказывать помощь. Когда Ворошилов, а именно так назывался их корабль, был уже на середине пути, налетел сильнейший шторм. Команда не справлялась с перегруженным судном. Было чудом, что они вообще оставались на плаву. Когда же непогода улеглась, стало понятно, что отнесло их далеко от родных берегов к Турции, которая в течение Второй мировой войны, хотя сохраняла формальный нейтралитет, но милостиво пропускала в Черное море немецкие военные корабли. Пришли турки. Мы очень боялись, что нас оставят и сдадут в турецкий гарем девочек наших. Мы очень боялись, за свою жизнь боялись. Но турки пришли в черные фесочки. Здесь у них красненький такой кисточка. Офицер турецкий, он заглянул в трюм, увидел там, услышал стоны, крики, и там запах такой, кровь смешанная с арботой, там совсем такое. И тут произошло почти чудо. Этот турок внезапно отпустил их. Едва веря в собственную удачу, моряки развернули Ворошилов в сторону Новороссийска и в конце концов добрались до него. Тяжелых раненых сгрузили на берег, легкораненые сошли с корабля сами. Сошли и замерли, пораженные до глубины души тишиной. После Севастополя, который грохотал неумолчанно и днем, и ночью, в течение нескольких месяцев к ряду, после рева штормового моря именно здешняя мирная тишина подействовала на измученных людей сильнее всего. А вот Валентина Песлерук, такая же медсестра, как и Юлиана Бочкарева, о том, что такое тишина, вынуждена была забыть надолго. Сначала была героическая оборона Одессы, потом эвакуация в Крым, в Севастополь, и прямо с палубы корабля снова на войну, из огня до вполыня. В негеранских штольнях разместился 103-й медсамбат 95-й дивизии. Там был блок операционный и госпитальный. Находиться в подземелье и воздуха мало, и условия очень сложные, кто на нарах, кто на кроватях, а кто и просто на полу. И стали выходить солдаты на улицу. А это белые бинты, повязки, фашисты, рама это зафиксировала, и началась бомбежка наших штольней. С потолка в операционных сыпался песок, газ свет, оставляя людей в кромешной подземной темноте. А весной 42-го накатила цинга. Медики создавали специальные бригады, которые собирали хвою, резали ее и варили из нее отвар. Только им и можно было спасти слабеющих на глазах солдат. А вражеское кольцо все больше сжималось. И хотя по немецкой статистике нигде фашистские войска не продвигались вперед так медленно, как в Севастополе, сдерживать их нашим солдатам становилось все сложнее. Подходил самый критический момент. Это 1 июля 1942 года. Когда Севастополь пал. Мы отстреливались, мне дали пистолет ТТ. У кого был автомат, у кого винтовка, у кого граната. Вся приморская армия двигалась к Камышовой бухте, к Херсонесскому полуострову в надежде, что будет эвакуация. Сложнейшая обстановка. Голодные люди. Питьевой воды почти нет. боезапаса нет. Ничего нет. А их прижимают к Херсонесскому мысу. И вот по официальным данным 100 тысяч наших красноармейцев и краснофлотцев, комиссаров и командиров и кого хотите сажали на пяточке. И никакой помощи. Эвакуация действительно так и не состоялась. Валентина Песлерук вспоминает, что к побережью прорвался всего один катер. Я была свидетелем страшной картины. Когда подошел катер, так называемый небольшому мостику, на который хлынуло большое количество людей, в надежде погрузиться на этот катер, больше катеров не подошло. Оставшиеся на окруженном врагами пяточке люди еще пытались как-то сопротивляться. Немногим повезло прорваться к партизанам. Другие нашли выход в том, чтобы покончить с собой. Фашистский плен казался страшнее добровольной смерти. И оставался один выход. Либо плен, либо смерть. Там, где мы находились, несколько человек вышло и застрелилось. И в конце концов остались мы вдвоем я и комсорг. Пистолет у него был в руках. Он вышел с этим пистолетом, а я ждала выстрела. Но выстрела не произошло. Он пришел, говорит, я не могу. На, иди ты. Поднимала я этот пистолет, поднимала, а он не поднимается. 18-летней девушке тоже так и не хватило сил решиться на самоубийство. А раз так, оставалось только одно. Ждать немцев и думать о том, почему же все произошло так, как произошло. После стольких испытаний, после многодневной героической обороны Одессы, после Севастополя, в котором люди проявляли уже не просто героизм, а нечто большее. Почему же их бросили, даже не попытавшись вывести? и кто кто за это должен ответить? Командующий оборонительным районом и Черноморским флотом был Октябрьский, он где угодно мог быть, это его дело, но командующий Приморской армии, генерал армии Петров, он оставаться должен с ними, и командиры, вот высшее командование, хоть им, говорят, разрешили Москву это сделать, они где-то третьего вот этого месяца, первого июля, второго июля, кто на самолет идти, когда там пару самолетов было в запасе специально держало, кто-то на подводной лодке, в том числе на лодке и Петров, и оставили сто тысяч официально людей. Анатолий Олгсна имеет полное право говорить об этом так жестко. Он сам был в Севастополе почти до самого конца. И не где-нибудь, а в бригаде морской пехоты. И всего за несколько дней до того, как город пал, командование переправило его вместе с другими ценными специалистами на большую землю, для того, чтобы пополнить экипажи подводных лодок в Новороссийске. Много позднее он не раз пытался найти среди живых тех солдат, с которыми защищал Севастополь, но находил их лишь среди мертвых. Я за все время очень старался найти одного только встретил, который был там, а то все погибли. Валентина Песлярух вспоминает, что когда тех советских пленных, которые могли держаться на ногах, уже собрали в колонну и гнали в сторону Севастополя, от человека к человеку пришло известие о том, что немцы впереди отбирают молодых и привлекательных женщин. И вот тогда ребята сами контуженные, раненые, Валя, хромай, тяни ногу, чтобы они на тебя не позарились. Там мы шли в такой вложбиночке, а повыше там стояли фашисты в сапогах, мы говорили в трусах, но теперь понимаешь, это были шорты и этой хлесточкой хлистали по своим сапогам. И как только видел более не менее покрепче женщину, показывал, солдаты хватали ее и тащили туда в сторону. Слезы, крики, помоги. Все это бесполезно. А ребята мне дали возможность пройти эту галерею вот так хромая. А ближе к городу колонну стали все теснее обступать мирные жители. Они высматривали среди пленных солдат своих отцов, мужей, сыновей. И именно их присутствие помогло Валентине бежать. Ребята, которые шли со мной рядом, мы так называли друг друга, ребята, говорят, Валя, пока ты не за колючей проволокой, беги. Я шла в середине колонны, вот колонна идет, они меня на край, на край, на край, подталкивают, подталкивают, и говорят, как поравняешься с той группой, беги. Я успела добежать до этой группы людей, и фашисты меня не заметили. А люди меня один за другим, один за другим, меня назад, назад, назад. Валентина добежала до какой-то руины, и оказавшись под ее неверным прикрытием, потеряла сознание. Когда очнулась, рядом уже не было слышно страшного шаркающего звука, который издает громадная колонна медленно бредущих на верную смерть людей. Ей помогли мирные жители. Но до сих пор она считает это свое спасение самым огромным и самым нереальным везением в своей жизни, несмотря на все последующие ужасы оккупации. искали искали какую-то работу, чтобы что-то заработать, чтобы где-то что-то, но в Севастополе разрушены, и там почти ничего нельзя было. Находили только вот где-то какие-то брошенные продукты, которые перемешаны либо с песком, и кто где что достал, мы делились. Тамара Крысенко вспоминает, как она впервые увидела фашистов. Тогда осиротевшая девочка прибилась к семье своей школьной подруги, и они вместе жили в небольшой землянке, прикрытой от внешнего мира хлипкой дверью. И немцы стали бить по этой дверце и кричать «Русь, выходи!» или «Бу-бу» будем делать! Вот так они кричали. А мама ее этой подружкиной вышла и говорит «Там дети, маленькие дети показывают, и нас пять душ вышло таких детей, тогда они не стали. А то автоматы наставили и хотели стрелять туда. За взятие Севастополя Манштейн получил звание фельдмаршала. Гитлер, который имел на Крым особые планы, был счастлив. Южный берег Крыма с его уникальным климатом и природой должен был стать, по его мнению, новым лазурным берегом, зоной отдыха для высокопоставленных немецких офицеров. Особо удобным было то, что здесь уже имелась бесплатная рабочая сила. Они 14-летних всех угнали в Германию, а мне 13 лет было, нас на грузку мы грузили на корабли корзинами уголя. Знаете, вот такие корзины здоровые, по 20 килограмм или по сколько больше, таскали мы по сходне в люке, чтобы дали нам похлебки, пленных кормили и нас тоже обдавали по тарелке их похлебки. Тех, кто не выполнял норму, не кормили, да к тому же били ногайками. И это несмотря на то, что работниками были в основном дети и женщины. Тех же, кто проявлял непокорность или подозревался в связях с партизанами, показательно вешали. Но пришел 44-й год. Пришла весна. Зацвели знаменитые Крымские сады. И вместе с этой проснувшейся природой пришла радостная весть. Крымские партизаны в течение всего периода оккупации слушали сводки Софинформбюро. Потом распечатывали их и распространяли среди населения. Из этих листовок явствовало скоро немцам придет конец. Войска Войска 1-го Украинского фронта нанеся поражение противнику в предгорьях Карпат вышли на нашу государственную границу с Чехословакией и Румынией на фронте протяжением до 200 километров. Столица нашей родины Москва салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий. Мы слушали ежедневно по нескольку раз все эти сводки. Мама в госпитале работала медсестрой и я проводила очень много времени. у нее на работе и разговаривал и беседовал помогал как мог. Сообщения об успехах нашей армии для раненых солдат были лучшим лекарством. Олег Корчиков тогда маленький мальчик вспоминает как они начинали ликовать как радовались услышав очередное победное известие. Тем более что советской пропагандой вполне осознанно сообщения о потерях и проигранных битвах подавались без излишней помпы а то и вовсе переиначивались как это было с эвакуацией наших частей из Севастополя. Тогда ведь было сообщено что вывезли всех но зато когда речь шла о победах эта новость подавалась с максимальным пафосом. то что плохо и мы там оставили какой-то город об этом скользко подробно не было а вот когда мы победили где-то там и взяли это помпа. И это наверное было оправдано. Недаром говорят что правда на войне умирает первой. В годы лишений высокий боевой дух солдат рожденный громкими сообщениями о победах был важнее правды о трагических неудачах которая могла привести общество и армию в отчаяние. Тамара Фресенко хорошо помнит каким счастьем наполнились сердца севастопольцев когда они узнали что освобождение близко. Однако вскоре пришла и другая информация. Говорили о том что немцы бегут но бегут в прямом смысле прикрываясь телами мирных жителей. Они уходили и забирали с собой жителей делали облавы машины подхоняли и кто в чем был садили на машине и были блиндеры у них такие как баржи крытые туда танки все оружие войско вниз а сверху жителей садили. Угнали действительно многих но еще большему количеству жителей вовремя предупрежденных при помощи сарафанного радио и усилиями партизан удалось спастись. Мы спаслись на историческом бульваре там скал эти пещеры очень глубокие пещеры там мы туда пробежали сказали нам что облава и мы в чем стояли убежали в эти пещеры трое суток мы ждали наших смотрим с погонами солдатики и офицеры говорят мы русские мы вас освободили мы плакать стали знаете как своих увидели операция по освобождению Севастополя в 1944 году стала одной из наиболее успешных для нашей армии за всю историю Великой Отечественной войны то что фашистам не удавалось сделать в течение почти года наши солдаты совершили за поразительно короткий отрезок времени сейчас это вспоминается как беспрерывный бой сутки больше люди не спали там не до этого было просто надо было держаться на этом месте и не дать прорваться армии Монштейна очень большие потери были как с той стороны так и с другой стороны причем это было все в каком-то в дыму чувства гари раненые но самые страшные бои по воспоминаниям Николая Титова развернулись за Сапунгуру фашисты укрепились на ней так что даже основательная артподготовка не смогла их выкурить оттуда глубокие траншеи переходы дзоты и доты пробитые в камни многое сделали сами немцы но основная часть осталась от старых севастопольских укреплений прорытых еще нашими советскими войсками в гору это было брать буквально бой за каждую траншею противник сверху сидел и он нельзя было даже из окопов и благодаря только подготовке артиллерийской какой-то был маленький промежуток и люди врывались в эти окопы в это время и там были схватки не посвято в окопах к атаке на Сапунгору готовились основательно бои за перекоп показали что бросаться с разбегу на укрепленные позиции противника чистой воды самоубийства а потому сначала хорошо поработала наша разведка разведчики Ивана Патука перетаскали немало немецких языков сведения полученные от них убеждали сил для атаки у Красной Армии пока недостаточно когда доложил я командир дивизии он командир корпуса говорит сходу брать нельзя надо готовиться боезапас пополнили продовольство и все короче говоря по-настоящему подготовились для штурма Сапунгоры назначена была от лирийского потока в 7 утра представьте дивизия наступала 800 метров а 220 орудий и минометов сосредоточено было по этой Сапунгоре там ничего не видно было абсолютно и к 18 сейчас уже полностью овладели Сапунгоры в 44 году фашисты в Крыму оказались в весьма скверной ситуации основные оборонительные сооружения которые сдерживали их натиск в 41 были уничтожены кое-какие немецкими бомбардировками в большинстве своими же орудийными расчетами советские артиллеристы взрывали их чтобы не отдавать исправные конструкции врагу восстанавливать их или создавать что-то новое немцы не стали но к тому же вывезли из Крыма всю свою тяжелую артиллерию но никак фашисты не думали что наступит момент когда им самим придется обороняться в Севастополе то есть Севастополь наши войска захватили буквально сходу вот примерно так как немцы планировали это сделать в октябре 41 года как говорится то что они готовили другим то они получили сами на плечах отступавших немецких войск наши буквально оборвались в город прижатых к морю фашистов брали в плен целыми подразделениями но как же освободителям Севастополя было больно смотреть на некогда цветущий южный город теперь превращенный войной в руины впрочем в те майские дни 44 это воистину страшная картина действовала на них не угнетающе напротив она лишь подстегивала наши солдаты знали главное победить врага окончательно выгнать его с родной земли а уж отстроить все разрушенное им заново это будет не работа это будет праздник сегодня 10 мая в 1 час столица нашей родины Москва от имени родины салютует доблестным войскам 4-го украинского фронта овладевшим городом Севастополь 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий по результатам севастопольской операции безвозвратные потери советской армии флота составили 156 880 человек эвакуировано из осажденного города за все время его обороны лишь 43 601 человек вечная память солдатам великой войны лишь только бой угас звучит другой приказ и почталье сойдет с ума разыскивая нас взлетает красная ракета бьет пулемет неутомим и значит нам нужна одна победа одна на всех мы за ценой не постоим одна на всех мы за ценой не постоим мы за ценой